Здравствуйте! Сегодня воскресенье, а значит настало время подвести итоги минувших 7 дней. Это Вести Хакасия событий недели. С вами Марина Конодакова. Реки Абакан, Аскиз и Оно вышли из берегов. Потоплены жилые дома и дороги. У некоторых сельчан вода унесла домашний скот. По приезду из Москвы Виктор Зимин сразу отправился в пострадавшую территорию, чтобы лично руководить работами по устранению последствий паводка. Пункты заготовки древесины попадут под контроль. Так власти намерены спасать от истребления леса Хакасии. Матери России помогут жительницам Хакасии. О целях и задачах нового движения расскажет гость нашей программы, сенатор Валентина Петренко. На этой неделе река Абакан держала в напряжении южные районы республики. Каждый день у властей и простых людей начинался с новости о том, насколько поднялся уровень воды. Все началось во вторник, когда после проливных дождей в Таштыбском районе резко повысился уровень рек. Часть домов в Абазе, в селах Арбаты и Кубайка оказалась подтоплена. В последующие дни стало ясно, подъем воды в Абазе превысил исторический максимум 1969 года. В итоге в среду там была объявлена чрезвычайная ситуация. Постепенно большая вода пришла в Аскийский и Бейский районы. О том, как это было, смотрите далее. Весь день шел и всю ночь шел дождь. Вода стала резко прибывать. У меня есть метка на дамбе, то есть вода прибыла на 30 сантиметров. Через полчаса прихожу, вода прибыла уже на полтора метра. Поступила информация от главы района о том, что существует угроза подтопления населенного пункта Кубайки. Уровень воды в реке Оно поднялся на 2 метра, которого никогда такого не было. В дамбе образовалось два прорана. Через эти два прорана вода поступает в населенный пункт. Подтоплено 11 дачных участков и две базы отдыха. Подтоплено 11 дачных участков и две базы отдыха. Давай мы со мной пойдем в Абазу. Потоп все плывет, все тонет, все избушки затопило дачи. И вот сейчас мы в Лесниках. Там вообще ужасно. Мы ели на катере, ехали туда, обратно. Это кошмар какой-то. Нам прогноз практически такой более-менее точный. Дают за три дня. Поэтому предусмотреть, что такое обильное выпадение осадков одновременно практически невозможно. У нас огород весь плавает. Огород посадили, грядки посадили, все плавает. Сейчас туалет упадет под воду, все подмыло. У нас фактически 32 дома. На сегодняшний момент уже зашла вода в дома. И уровнем пола она пока ограничивается. То есть выше она не поднимается. Ну и фактически 53 дома. Эта вода уже подступила вплотную к фундаменту. Буквально пять минут назад была отдана команда лодочникам. По дворам просто будут проплывать. Кого, возможно, эвакуируют. Потому что многие жители у нас в свое время отказались от эвакуации. И даже в настоящее время, когда вывезти их можно только на лодках, многие эвакуироваться не хотят. С одной стороны, да, свою жизнь надо спасать. А с другой стороны, извините, у нас такая маленькая зарплата. Я медсестрой работаю в детском саду. И что бросить последний утащик, это нам просто потом никогда уже не купить. Поэтому сидим, караулем до последнего. С 1986 года я еще такой воды не видела. Вот такая вода почти уже на уровне с берегами. Здесь вот вода немножечко выходит из берегов уже. И дамбы смыло. Мы детей сюда доставили для проведения, чтобы они принимали участие в ежерах. Люди не успели из леса вывезти свой скот. Хорошо, вот из новостройки какой-то местный житель знакомый свою лодку сюда привез. Овец эвакуировали просто из леса. А вот с коровами не успели. Мои соседи полностью, они вообще без коров остались. Они, говорят, 17 голов у них. Вот с правой стороны соседи тоже у них. Там было голов 15. Вот сегодня 5 где-то переправились. Их согнали оттуда на лодках просто. И они переплывали. А остальные утонули там. Просто-напросто. И вот сейчас мне с эскиза брат звонит и говорит, они видели, как там коровы утонувшие проплывают. Уже вниз по реке. А сколько прибавилось? Это что получается? 2. 2.36. За 16 часов. Кто еще поднимется? Кто знает? Никто не знает, сколько дождей выпадет. Вот что где. До 4 июня ситуация у нас особо не изменится. Сохранится вероятность осадков. Только, конечно, другой интенсивности. В горных районах тоже небольшие, умеренные дожди. Сильных и очень сильных осадков больше мы не прогнозируем. Глава Хакасии Виктор Зимин сразу по прилету из Москвы поехал в пострадавшие районы, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Кроме того, предстояло понять, почему дамбы не защитили населенные пункты. О том, что будет делаться для решения проблемы и могут ли пострадавшие жители рассчитывать на помощь властей, расскажет Анна Ахпашева. Оценить масштаб бедствия можно уже на подъезде к Сагайской долине. Здесь, через садорожного переезда, видно, что буквально все поля затоплены. Сагайская долина ушла под воду. Дорожное полотно сегодня единственная возвышенность, которая находится над уровнем водоемов, в которые превратились окрестности. Непонятно даже откуда ее столько. Такое ощущение, что вода просачивается из-под земли. На подъезде к населенным пунктам первой в списке Аалкатанов становится очевидно. Проявили себя все, даже небольшие ручьи и речки. Аскиз тоже вышел из берегов. Напор сдерживает только дамба. А вот дренаж и грунтовые воды остановить невозможно. А вот этот дренаж мощный. А здесь дренаж и подземные поверхности воды давят. Говори, быстро я занят. Серьезно, давят. Едем дальше. Аскизский тракт. Оставшуюся артерию спасают, отвоевывая у воды каждый сантиметр. Кажется, местные власти недооценивают ситуацию. Пытаются справиться своими силами, но техники не хватает. Ну что, сами тут без руки, что ли? Никакой техники нет, воюди. Снимайте у всех хозяйств. Снимайте у коммерсантов самосвалы. Погрузчики. 15 сантиметров осталось. Она придет. Вал не пришел еще с Абазы. Вторые сутки сотрудники ГИБДД на этом участке работают в усиленном режиме. Движение не закрывают, несмотря на то, что вода сплошным потоком идет через проезжую часть. По мере приближения к Абазе напряжение нарастает. Ситуация меняется с каждым часом. И накануне вода отрезала город со стороны Таштыпа. Еще вчера вечером проезжая коммерция был свободный. Буквально в данный сутки разрешивалось настолько, что сегодня нанесет колоссальный эффект. Размытая дорога. Время полотно держится только на рейтингах и стол обрушивается прямо в воду. Впрочем, движение удалось восстановить по объездной дороге через отвалы. Въезд в город отсыпан. Мост также открыт для автомобилей. Кстати, беглый осмотр показывает строение, нуждается в реконструкции. Сегодня за него отвечает Тува Автодор. И после паводка необходимо решить вопрос о возвращении моста в ведение Хакасии. Тут же наглядно виден уровень воды. За подъемом наблюдают и жители затопленного района остров. Анатолий с братом дежурят у дома. Внутрь попасть уже не могут. Параллельно замеряют, как быстро вода просачивается сквозь дамбу. С 8 часов, считайте, вот вода прибывала. Еще прибывает? Как вы смотрите? Да, прибывает. Вот стояла час назад палку, она стояла в сухом месте. Она сейчас еще подымается. Специалисты признают, несмотря на то, что насыпь держит основной напор, вода просачивается, постепенно сравнивая уровень. Реку продолжают подпитывать ручьи в верховьях. Это видно с вертолета. Во время облета заметно, как практически из каждого логова Бакан впадает бурный поток. По воздуху делегация главы Хакасии добралась и в отрезанные поселки. Сегодня уже очевидно. Кубайку спасла дамба, на которую не пожалели денег в прошлом году. На эти цели было направлено 16 миллионов. И благодаря этому, по большому счету, минимизировали последствия этого палатка. Оценка ситуации с воздуха показала, вложенные средства с лихвой себя оправдали. Такой вывод сделала глава уже по возвращении в Абазу на совещании. Мы сегодня посетили ряд поселков по реке вверх. Ну, без преувеличения, можно сказать, двух-трех бы не было на сегодняшний день уже вообще. Да, есть частичное подтопление. Но это не русло реки, это всего лишь дренаж. Смыло бы, скорее всего, и район Затона, и ГРП в Абазе. Нарощенная в 2011 году дамба взяла на себя всю мощь стихии. Вода, конечно, проступила и залила огороды, но ущерб несравним с тем, каким он мог быть. Кстати, подсчитывать убытки начнут сразу после того, как пройдет паводок. Глава Хакасия поручил обойти каждый дом и на людском горе не экономить. После этих паводков дом пришел в негодность. Не прячьтесь, пожалуйста, за проблему, что завтра нам нужно будет находить деньги на это. Будем искать. Оставить людей потом в этом жилище, которое будет разрушаться, оно и просто может быть непригодным. Комиссия должна отработать честно. Вполне возможно, людям компенсируют не только потерянное имущество, но и затопленные огороды, а также погибший скот. Поможет и федеральный бюджет. Но все это будет после того, как республика выдохнет и угроза минует. К вечеру пятницы ситуация в Абазе стабилизировалась, вода пошла на спад. А районы вниз по течению Абакана замерли в напряженном ожидании. По республике вводим ЧАЭС. Это вы сейчас объявляете? Да, режим функционирования. Да, все. По всей территории. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Безопасность Абазы стоит на первом месте каждую весну. Именно этот город, стоящий рядом с тайгой на берегу реки, чаще других оказывается под ударом стихии. Сама большая трагедия случилась 10 лет назад. Тогда поводок смыл тамбу. Погибло 9 человек. Ущерб в результате наводнения составил почти 50 миллионов рублей. Речь идет о затопленных домах Абазинцев. Одну из чиновниц городской администрации, заместителя главы Галину Рудакова, назначили виновной. Она не сделала все, что должна была для устранения ЧАЭС. Три года назад части домов Абазы вновь угрожала большая вода, а местные власти вновь не предупредили людей об опасности. Глава Хакасии был крайне возмущенный тем и заявил, что Сергей Фефелов, на тот момент мэр Абазы, должен уйти в отставку. Правда, это требование осталось только на словах. С прошлого года городом руководит Николай Байбородов. И у него, кстати, есть свое мнение насчет того, как обезопасить город. Нужно углубить дно Абакана с помощью гидроснаряда. Этот способ применяется при добыче золота, и он более эффективен, чем очищать реку с помощью экскаваторов. Еще раз подчеркнем, уровень воды в реке Абакан в районе Абазы не просто достиг, но превысил исторический максимум 69-го года. Тогда была отметка 560, сейчас на 13 сантиметров больше. Последствия того паводка известны. Столица оказалась под водой. Теперь же той ситуации удается избежать за счет массового сооружения дамб. Продолжение следует... А сейчас последняя на данный час информация о паводковой ситуации в республике. В ночь с пятницы на субботу обесточенной оказалась вся южная часть столицы Хакасии, а также села Подсинье и Райково. В районе южной дамбы Абакана подмыло опору ЛЭП. Она оказалась буквально посредине разлившейся реки. В итоге огромная конструкция рухнула и полностью ушла под воду. По данным энергетиков, без света сидели более 15 тысяч человек. С 4 часов утра специалисты уже работали на месте. Было принято решение организовать электроснабжение по временной схеме. Обесточенные районы города запитали с других подстанций. Но в первую очередь свет необходимо было вернуть на птицефабрику. Подсинье направили электричество из Белого Яра. В зоне затопления оказались также еще около десятка подобных высоковольтных опор. Все они были взяты под усиленное наблюдение. Восстановительные работы велись в течение всего дня. Ночь с пятницы на субботу в Аскизе была бессонной. Местные жители вместе с дорожниками спасали дамбу. Опасались не только перелива воды через верх. Мощное течение без особого труда делает промойной. Тяжелая техника непрерывно подвозит грунт. Мужчины вручную крепляют слабые места скальником, углем и мешками с песком. Уже несколько дней ее укрепляют в разных местах, ее размывают. Получается она свежая и поэтому еще не дала осадок свой. И получается из-за этого ее подмывают. А где долго простояли дамбы, им это более-менее нормальное. На помощь Аскизу откликнулись соседние районы. Ширинский и Баградский пригнали технику. Строители Абакана помогли железобетоном. Людской ресурс обеспечили местные жители. Сегодня здесь работают не только жители самого Аскиза, район Калинина, так скажем. Но сюда прибыли и все спортсмены у нас практически. Это парцы, это взрослые, это работники органов судебных приставов здесь же находятся. Жители соседних деревень, деревень Луговая, Обчинаево, где уже приехали. Это очень приятно, прямо знаете, на душе вот даже вот хорошо. Что от того, что народ единым духом поднимается и все дружно работают. По радио объявили глава сельского совета, что мобилизацию полностью. И видите, люди откликнулись и все активные жизненные позиции люди пришли сюда и посильную помощь оказывают. За уровнем воды люди следят по собственным меркам. Хорошим ориентиром служат опоры ЛЭП. Говорят, по сравнению с ночью, вода не намного, но отступила. Тем не менее, напряженная обстановка сохраняется в Усть-Абаканском районе. На пути большой воды еще несколько населенных пунктов – Алдоможаков, Райков, Баинов. Здесь село также защищает дамба. За ее состоянием следят специалисты на готове тяжелая техника. За ходом работ на гидротехнических сооружениях наблюдал глава Хакасии Виктор Зимин. Все регионы сегодня поступила информация, предлагают нам помощь. Пока сил и средств у нас своих хватает. Единственное, конечно, бюджет будем потом попросить в Российскую Федерацию. Колоссальные ресурсы брошены. Сегодня не считаем. Сегодня считать деньги, когда идет вопрос о защите населения. Я думаю, что уверен, справимся, быстрее. Но другого не дано, куда деваться. По прогнозам, дождливая погода в республике продержится до 4 июня. Но даже если осадки прекратятся, вода будет стоять еще несколько дней. Дамбы будут намокать и терять свою прочность. Поэтому круглосуточное дежурство и укрепление защитных сооружений продолжится. Олеся Калинченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия, События недели. И к другой теме. Вопрос сохранения лесов был поднят депутатами на минувшей сессии. Дело в том, что прокуратура вышла в парламент с законом, который должен навести порядок в сфере заготовки древесины. Инициатива совпала с новым назначением в правительстве. Департамент лесного хозяйства Хакасии возглавил бывший директор Прибайкальского национального парка. О том, что в лесах Хакасии не всегда творятся чистые дела, разговоры возникают периодически. Но пока война против незаконного бизнеса больше похожа на борьбу с ветряными мельницами. Очередную попытку против невидимого врага делает прокуратура. После проверки лесозаготовителей надзорники поняли, Хакасии срочно нужен закон, который упорядочит работу пунктов приема древесины. Сейчас там нет ни учета, ни отчетов. У лесорубов даже не спрашивают паспорта и документов, удостоверяющих право на добычу леса. С введением нового закона эта вольница закончится, уверен прокурор. Полная реализация позволит устранить то, что сегодня имеется. Ну, лейтмотив всего, о чем я сказал, это контроль и учет. Контроль необходим еще и потому, что значительная часть лесов вырубается для собственных нужд жителей Хакасии, которые имеют право раз в жизни получить 150 кубометров древесины на корне. Но сами люди в тайгу не идут, нет возможности, а передают право рубки частникам, у которых есть своя техника. В Хакасии развился целый бизнес на этой Неве. Желающие купить 150 кубов размещают объявления в газетах. Что касается проверки прокуратуры, не исключено, что по ее итогам ряд лесозаготовителей понесут наказание за нарушение закона. Ряд уголовных дел действительно возбуждены, пока находятся в стадии расследования. Какой будет результат, ну, посмотрим. Законом отводится два месяца. Ужесточать контроль за сферой лесозаготовки предстоит новому руководителю департамента лесного хозяйства. Юрий Захаров родился и вырос в Абакане. Перед назначением в правительство Хакасии возглавлял Прибайкальский национальный парк. Юрий Захаров уже успел изучить ситуацию в уверенной отрасли и понять, сколько работы ему предстоит. Власти же уверены, лесное хозяйство попало в надежные руки. Хоть натворили и другие, но вы считаете, что вы сегодня ответственны за это дело. У нас в Хакасии, может, более профессионально подготовленного и нет человека здесь. И я очень рад, что вы вернулись сюда, в Хакасию. Как именно будет наведен порядок, станет известно осенью, когда специалисты разработают новую программу развития лесного хозяйства. На сессии был рассмотрен еще один важный вопрос. Он касается нас всех без исключения. Власти просят федеральный центр продлить действие договора последней мили до 2029 года. Он предусматривает механизм перекрестного субсидирования, когда значительную часть тарифа берет на себя крупный бизнес. В республике это заводы Русала. Благодаря этому в Хакасии один из самых низких энерготарифов. Дешевле нас платят только жители Иркутска. Развитие российской энергетики направлено на то, чтобы избавиться от договора последней мили, начиная с 2014 года. Однако под давлением ряда регионов была дана отсрочка до 2017 года. В Хакасии же просят продлить ее еще больше, до 2019 года. Соответствующее обращение в среду принял Верховный Совет. Удержать резкий рост тарифов задача крайне сложная, так как необходимо учесть и интересы бизнеса, который уже намекал на то, что ему тяжело нести премия расходов на электричество. Понятно, что Русал хочет и с завтрашнего дня закончить соглашение по последней миле, но в прямом случае тот же Русал понимает, что в одночасье эта ситуация не решается, что за этим соглашением, за эти последние мили, это все жители республики Хакасия. Вопрос очень сложный, потому что в этой ситуации очень трудно соблюсти баланс интересов всех игроков на рынке электроэнергетики и в том числе потребителей. Но на сегодняшний день со стороны Федерации четко озвучивается позиция, что в отношении республики Хакасия необходимо применять индивидуальные подходы. И вот некоторые цифры, которые приводит Госкомтариф Энерго. Не будь договора о последней миле, рост тарифа уже в следующем году составил бы 20%, затем 40%, а в 2017 году он вырос бы еще в два с лишним раза. Таков он, жесткий рынок электроэнергетики. С этого дня курильщикам станет еще сложнее. Вступает в силу еще одна часть антитабачного закона. Он расширяет список мест, где запрещено курить. Это бары, рестораны, поезда дальнего следования, общежития и гостиницы. Также летом закончится открытая выкладка сигарет в магазинах и торговля ими в киосках. За нарушение правила грозит штраф от 500 до 1500 рублей. А если человек закурил на детской площадке, то наказание от 2 до 3 тысяч. Антитабачный закон действует с прошлого года. И пока, считают эксперты, он мало влияет на ситуацию. Гораздо более действенной мерой считается рост цен на сигареты. В этом году они подорожают примерно на 8 рублей. Однако табачные изделия в России все равно остаются одними из самых дешевых в Европе и Азии. Почему наши власти не идут на значительное повышение акцизов, играя тем самым на руку табачной индустрии, вопрос открытый. Жители республики до сих пор обсуждают дикую историю, случившуюся в Абакане. Женщина тайком родила на работе и там же в подсобке мебельного магазина бросила на врожденную дочку. Назвать родившую матерью сложно. Адекватность Светланы Сухоруковой сейчас проверяют психиатры. Их заключение в первую очередь ждут следователи, которым предстоит определить степень вины горе-мамаши. С девочкой же, к счастью, все в порядке. Напомню, малышка, прежде чем ее обнаружили, 12 часов пролежала в подвале. Реаниматологи смогли выходить ребенка. На этой неделе отец и бабушка забрали его к себе. Как сделать так, чтобы подобные истории больше не повторялись? Разговор на эту тему обретает особенный смысл в преддверии 1 июня. Защищать детей, а также повышать статус материнства и семьи, намерено общественное движение «Матери России». Его филиалы есть и в Хакасии. Общественники собираются развернуть бурную деятельность. Об этом, а также о других проблемах детства и материнства мы поговорили с сенатором Хакасии Валентиной Петренко. Здравствуйте, Валентина Александровна. Здравствуйте. Итак, вы у нас провели в Абакане ряд встреч. Одно из них это с активистами общественной организации «Матери России». Как известно, эту организацию вы и создали, это движение. Скажите, у нас все-таки мало о ней знают, жителей республики, что это за организация, какие ее цели и какие результаты конкретные мы можем увидеть здесь у нас в республике. Организация создана прежде всего для того, чтобы решать ряд очень серьезных вопросов, которые прежде всего должны активизировать роль самой семьи на решении тех проблем, которые, к сожалению, у нас присущи семье. Знаете, сколько бы государство не делало шагов и какие бы средства не выделяло в адрес детей, семьи, безусловно, хотелось бы значительно больше, но тем не менее государство выполняет свои обязательства, те, которые утверждены через законы, те, которые заложены в бюджете. Другое дело, как нам сделать так, чтобы сегодня уважение в обществе к маме, к человеку, который дает жизнь, было иным. Как сделать так, чтобы у нас взамен гражданских браков и сожительства, если прямо говорить, пришла семья, пришел настоящий брак, который регистрированный, чтобы дети знали, что у них есть папа и мама. Не папа один и папа два, как нам пытаются навязать, а настоящие родители. И, знаете, вот наша организация ставит задачу, если кому-то нужна помощь для того, чтобы сохранить семью, чтобы найти работу, если действительно есть проблема в работе, если оказать помощь детям, если, предположим, даже кто-то пьет и желает излечиться, помочь это сделать, но сохранить семью, сохранить возможность, чтобы ребенок воспитывался в этой семье и не был отобран из семьи. Это одна из главных задач, вот сохранить, помочь. Все-таки хотелось бы понять, ваша общественная организация, то есть она будет как-то указывать, общественное движение, оно будет как-то указывать и направлять нашим властям, да, на те болевые точки, которые нужно решать? Нет. Это совместные усилия вместе с исполнительной властью по реализации таких проектов, как, например, борьба с раком молочной железы. Мы сегодня договорились, что у нас будут до самого дальнего района муниципалитета сделаны специальные бригады, и они поедут и будут обследовать наших мам и на ранней стадии, на профилактической определять, кому нужна какая помощь. Это очень важный проект, и вы спросите кратко, я кратко вам говорю, это отдельный разговор на целую отдельную передачу. У нас есть проект, который посвящен «Наследники Победы», называется, «К 70-летию Победы», когда мы будем говорить и собирать данные, и собираем о наших ветеранах Великой Отечественной войны, и это адресуем, написанное руками детей и посланное своим детям и своим внукам уже. То есть вот такая энциклопедия. Мы сегодня пишем руками всего нашего общества энциклопедию «Матери России». Все говорим и будем рассказывать о наших мамах, почему мы стали такими, благодаря кому мы стали такими, и мы хотим увидеть роль материнства, слова материнского, рук материнских сердец в воспитании детей. Сколько жительниц Хакасии войдет в эту энциклопедию? Вот кто расскажет о своих мамах, все войдут в эту энциклопедию. Кто напишет о своих мамах, покажет фотографии. Ни одно письмо и ни один рассказ не останется вне этой энциклопедии. Еще интересный проект, который мы сегодня тоже поддержали, это на уровне в системе онлайн, на уровне вебинаров. Мы будем проводить, и уже начали проводить занятия с нашими молодыми мамами, которые готовятся родить ребенка, которые рожают ребенка. Что значит вырастить здорового малыша? Будут проводить наши члены президиума, это Центр здоровья детей республиканский, это Центр здоровья детства, который возглавляется Барановым Александром Александровичем, будет проводить намаза Владимировна в системе онлайн. Это будет постоянная образовательная программа, можно будет получить ответы на любой вопрос. Как сделать так, чтобы у тебя не было депрессии, чтобы ты был позитивно настроен на нормальную, хорошую жизнь в обществе и так далее. Мы даем эти программы и многое-многое другое. Вот что касается психологической помощи и социальной адаптации, у нас, вы, наверное, слышали, произошел дикий случай, когда мама родила ребенка, не бросила ребенка. Вот этим случаем ваша организация будет как-то заниматься? Безусловно. И не только таким случаем. Мы будем заниматься тем, чтобы не происходило таких случаев. У нас открыта линия горячая на сайте, когда можно обратиться и получить тут же консультацию, если тебе тяжело и плохо. Работают психологи, работают юристы, которые могут тебе помочь выйти из сложной ситуации. Вообще это движение. Мы хотим, чтобы те люди, у которых есть какие-то проблемы, и те люди, которые нереализованы, чтобы они нашли себя в движении, потому что мы главной задачей ставим результат, то есть работая на результат, на конкретного человека, на конкретную ситуацию, на помощь, оказание такой помощи. Ну и, естественно, на то, чтобы подтянуть человека к тому, чтобы он несколько поменял, может быть, и свой характер, и отношение к ребенку, или отношение к самому себе. У нас главная задача сделать так, чтобы как можно больше было семей, как можно больше было детей, и как можно больше было таких взаимоотношений между мужем и женой, между матерью и отцом, которые бы действительно пронесли вот эти отношения через своих детей, к внукам и так далее. Хорошо. Спасибо вам, Валентина Александровна, за то, что согласились прийти и ответить на наши вопросы. Ну и, конечно, мы не могли не пообщаться с самыми маленькими героями дня. О чем сейчас мечтают малыши? Этот вопрос Олеся Калиниченко задала воспитанникам Абаканского детсада «Чайка». Она по какому каналу? Хочу стать певицей и хорошо учиться в школе. Певицы много денег зарабатывают. Я хочу быть капитаном, плавать по морям. Ну, я вот только географии не знаю. А без нее нельзя мне плыть. Хочу подавать игрушки. Почему? Потому что там можно подавать игрушки и давать деньги. Я мечтаю получить на соревнованиях кубов. На каких соревнованиях? На биатроне. Мне нельзя мечты рассказывать. Почему? А что такое желание? Нельзя рассказать. А почему нельзя рассказать? А желание нельзя рассказать, и оно не взбудется. Потому что я мечтаю о братьях. От чего нужно защищать взрослых? Потому что если взрослые большие, а дети маленькие, надо им помогать. Потому что им сложнее, чем нам. Нам легче. От зла. А как вот уберечь от зла взрослого человека? Ну, надо своих родителей бить. Баб, мам, нянь, мам, пап. Чтобы их никто не бил, нужно их защищать. И чтобы, чтобы не плакали они. На этом у меня все. Будем надеяться, что с новой недели лето в Хакасе наступит не только по календарю. Всего вам самого теплого и светлого. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»